Всем привет! С вами НЕНОВОСТИ и сегодня вы узнаете не о событиях в кампусе ДВФУ, а о студентах, которые организуют мероприятия в городе Владивостоке. Необычная выставка прошла на этой неделе на набережной Цесаревича. Ее экспонатами стали истории о людях со всей России, которые доказали, что можно сделать невозможное. Подробнее об этом в следующем сюжете. В прошедшую пятницу на набережной Цесаревича в городе Владивостоке участники проекта Сеть открыли выставку фигуры неумолчания, посвященную большим делам обычных людей. Привет, представься, пожалуйста, и расскажи, что это за выставка. Привет, меня зовут Олег Елсуков, я участник проекта Сеть. О выставке могу рассказать следующее, что она создается обыкновенным парнем, такой же, как вы, такой же, как я. Он рассказывает о простых людях, о россиян, люди, которые меняют мир к лучшему, украшают свою жизнь и тем самым украшают жизнь окружающих людей. Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, как тебе сегодняшняя выставка? Выставка мне очень понравилась. Я узнала много интересных историй, которые не знала раньше. Например, про Бабу Галю. Читали? Очень интересно. Много людей в России, о которых мы не знаем, которые действительно меняют мир вокруг нас. И благодаря этой выставке, наверное, каждый задумается о том, что может поменять. Спасибо большое. Студенты ДУФУ тоже приняли участие в подготовке к данной выставке. Алена, привет. Расскажи, пожалуйста, как ты узнала об этой организации? Об организации я узнала где-то, наверное, в ноябре месяце, еще до Нового года. Знакомая позвала меня на фокус-группу, сказала, что будет проходить какое-то мероприятие. В общем, мы собрались с ребятами, пришли и нам рассказали о том, что существует такой проект-сеть, который организуется в 10 крупных городах России. Он состоит в том, чтобы привлекать молодежь, активную жизненную позицию этих людей, направлять на создание каких-либо социальных проектов или чего-либо, что может внести вклад на развитие патриотизма, например, у людей. Нашей страны. Или, может быть, что-то общественно полезное. А какой твой вклад в данную выставку? Когда только Александр Ширяков начал собирать информацию о всех этих людях, о которых написано здесь, на стендах этой выставки, я принимала участие в распространении этой информации в сети интернет с помощью контакта. Ну, то есть, занималась неким пиаром этого паблика. Благодаря данной выставке жители Владивостока смогли поверить в то, что большие дела делаются даже маленькими людьми. С вами были Дни новости. Здравствуй, Александр. Расскажи, пожалуйста, о выставке «Фигуры неумолчания» и об экспонатах. Расскажи, как ты собирал эти истории? Ну, как я уже сказал, я на протяжении пяти лет ездил по России. И вот помимо своей общественной деятельности, когда совершенно случайно, когда в Минселе направлено встречался с людьми, которые меняют мир по себе по лучшему. А, кстати, как решили тогда? Я вот пять лет эти истории собирал, как формальный человек, естественно, хотел о них кому-то рассказать. И все думал, как, короче говоря, это сделать. И буквально в прошлом году я стал с удовольствием активистом федерального проекта «Сеть», в рамках которого эта идея обрела четкие формы, инвертировалась в проект. И вот в рамках этого проекта «Фигуры неумолчания» вчера у нас прошла выставка. Через несколько дней у нас пройдет еще, например, ряд акций. И так в течение года. А к концу года будет издана моя первая книга «Фигуры неумолчания», повествующая как раз о таких людях. Это будет такой альманах очень светлых, пронзительных историй о лучших людях современности. А расскажи вообще, на что направлен проект «Сеть». То есть он дает людям какой-то старт, какие-то возможности, правильно? Федеральный проект «Сеть» — это вообще очень интересная штука. На данный момент в 11 городах России существует отделение проекта. И главная цель «Сети» — это поиск треугольных, активных, талантливых молодых людей по всей России и помощь в развитии их проектов. Если у тебя есть какая-то идея, которая обназначенно меняет мир вокруг хотя бы немножко, и ты хочешь эту идею воплотить, ты можешь войти в сеть, ты можешь доказать, что твоя идея действительно чего-то стоит. Если она действительно чего-то стоит, в нее будут положены деньги, она будет поддержана на самом высоком уровне, и в итоге она станет вначале региональной, потом она выйдет на федеральный уровень, а потом, дай бог, она станет известна во всем мире. Цель проекта «Сеть» — создавать в России свои правила, свои ценности, которые будут транслироваться в мире. Потому что на данный момент, мы все прекрасно понимаем, мы живем в мире, в котором правила диктуются не нами. Это западный мир, это те же самые Соединенные Штаты, и все начинает правила Голливуда. Кино, которое мы смотрим, заканчивая правилом доллара или правилом американского авианосца, который готов навести визит вежливости в любую страну, все это не наше. И организаторы проекта «Сеть» хотят, чтобы русские люди создавали свои правила, и чтобы в России появлялись люди, бренды, которые станут известными и узнаваемыми во всем мире. Большое спасибо тебе, удачи! Еще одна выставка стартовала недавно в галерее современного искусства «Арка». Ученики британского фотографа Рольфа Гобица представили свои итоговые работы на суд публики. Подробнее в сюжете. Сегодня, 22 апреля, мы находимся около галереи «Арка», где завтра пройдет выставка работ студентов и преподавателей ДУФУ, которые прошли школу мастерства от Рольфа Гобица, известного британского фотографа. Давайте пройдем и посмотрим, как проходит подготовка к выставке. Полным ходом идет подготовка к выставке. Студенты получают последние наставления от своего мастера, развешивают работу, готовят их на суд зрителей, которые увезут их в арке и смогут наблюдать до 10 мая. В этой жизни, на самом деле, каждый человек учится сам самостоятельно, где бы он ни учился, в университете, в школе и в каком-либо колледже. Каждый человек проходит обучение самостоятельно. Но большое счастье, когда тебе помогает настоящий мастер, тот, кто уже прошел большой тернистый сложный путь в какой-либо области. И мне очень повезло, что моим учителем в искусстве художной фотографии является замечательный художник мирового уровня Рольфа Гобица. И мастер-класс, который мы, студенты Рольфа Гобица, прошли в течение года в нашем государственном федеральном университете, это огромная школа. И большое счастье идти по пути, по следам мастера, который ведет тебя по уже проторенной дорожке, и вслед за ним ты становишься лучше. Твои работы становятся совершеннее, с фотографии до фотографии. И ты проходишь этот путь изменения своего видения и становишься лучше, преображаешься. Поэтому земной поклон великому мастеру. И хочется пожелать всем учащимся, хочется пожелать всем студентам, чтобы в их жизни встречались настоящие учителя с большой буквы, мастера, вслед за которыми они бы так же становились совершеннее в любом роде деятельности, каким бы они ни занимались. Tell me please about your students. They've come a long way when they started. It was not fantastic, but I have now been with them for 8 months, and they're doing very, very well. And that's why we decided to have the exhibition here, because I think it's good enough to show in the gallery and not just at the university. It's a great place. Гостей встретили вином, закусками и торжественным словом. Многие люди пришли посмотреть, возможно ли это. Но нашлись и те, кто не признает фотографию как вид искусства. Юрий Платонов, художник. Я вот смотрю и вижу в последнее время очень много качественной фотографии, очень много качественной. И художников, что-то я смотрю, становится все меньше. Ну, те, кто занимается живописью, графикой, как бы идет по деле. А все больше вот механического искусства, я бы так сказал, понимаете. Меня это, конечно, настораживает, потому что у меня были споры и с фотографами, что мне говорят, да, это очень сложно все. Говорю, ага, нажать на кнопку. Ну да, ты там как-то это все обработал и вроде что-то такое. Вообще, конечно, выставка эта, ну как, черно-белая. Мастер преподает, это видно, что здесь мастерство уже как бы чувствуется, понимаете. И вообще, дай бог, чтобы у нас живопись в городе так поднялась, как вот сейчас фотография. Большое спасибо. Ваши работы сегодня не подписаны. Скажи, пожалуйста, почему? Когда человек смотрит на фотографию и не знает ее автора, ему хочется подойти к кому-то и спросить, кто же автор. То есть у него, если есть какие-то вопросы, то есть это побуждает, в общем, к общению, к вопросам, к желанию получить ответы на эти вопросы. Вот поэтому. Студенты помогают детям. Так, например, на прошлой неделе студент инженерной школы ДВФУ Альберт Никитин провел музыкальный фестиваль, средства от которого были собраны на благотворительность. Сегодня, 25 апреля, в Малом Куме прошел благотворительный фестиваль Брофес «Помощь детям с онкогематологическими заболеваниями». Девушки, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы здесь оказались? Меня пригласила моя руководитель, как руководителя движения «Стриж», актива молодежи и актива старшеклассников, чтобы мы поучаствовали, прорекламировали это мероприятие. Ребят, привет! Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы здесь оказались? Мы с добровольческим движением «Мы вместе». Наша организация занимается с детьми, которые находятся на лечении в онкогематологическом центре города Владивостока. А эти футболки дети рисовали вместе с художниками Приморского края, которые добровольно согласились нам в этом помочь. В честь данной акции ребята продавали значки, браслеты, бабочки и футболки с символикой данного фестиваля. Вырученные деньги пойдут в помощь больным детям? Привет! Как я поняла, ты являешься организатором данного мероприятия. Расскажи, как тебе такая идея пришла в голову? Идея пришла, на самом деле, не так уж и спонтанно. Она вышла из проблемы, которая существует в городе Владивостоке. Проблема – это плохое информирование людей города Владивостока о существовании проблем от детского онкогематологического центра города Владивостока. Какие проблемы там существуют? Это плохая социализация детей, им нужна дополнительная поддержка и также им нужны средства для лечения в их фонд. А сложно было провести такое мероприятие во Владивостоке? Ну, знаете, это достаточно затруднительно, потому что мало кто в нашем городе занимается благотворительностью. И если занимается, то, ну, скорее в высшем обществе. А вот так среди молодежи, в принципе, ну, никто не идет на это. Ну, в общем, ты большая умничка, спасибо тебе большое. На данном концерте выступили такие группы, как «Делирика», «Васаби», «Тим» и «Острова». Каждый день, когда пришла, вся моя жизнь небольшое чудо. Времени, кроме сейчас, не было и не будет. «То, о чем не забудут, то, что помнят века и самое лучшее чудо» «Чудо с моими руками, то, что нужно любому из нас». Мы будем надеяться на то, что жители Владивостока не останутся равнодушными и будут вспоминать и помогать людям, которые нуждаются в нашей помощи. Делайте добро и оставайтесь с нами. С вами были Неновости. Смотрите нас. С нами вы знаете больше. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!